Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Венера и Амур. Испанская школа. Очень недавние времена Лондонская национальная галерея обогатилась превосходным произведением Веласкеса. Картины Венера. Единственным вышедшим из-под его кисти изображением ногой женщины. Картина эта была написана для испанского короля Филиппа IV. Последние годы жизни художника. И потом попала в уединенный английский замок Рогби, принадлежавший мистеру Мориту, от которого и куплено для национальной галереи. В течение последнего столетия этот перл живописи лишь два раза являлся на публичных выставках. В 1857 году в Манчестере, а затем лет 30 спустя в Берлингтон-Галуаз в Лондоне. Наша большая прекрасная гелиагравюра, передающая даже тон этой удивительной картины, доставит удовольствие не только поклонникам великого испанского мастера, но и вообще художникам. Едва ли найдется другая картина какого-либо старинного живописца, которая была бы до такой степени проникнута духом новейшего современного нам импрессионизма и являлась бы предвестницей работ Гои, Мане, Дега и их последователей. Некрасивы по формам немолодая испанка, позирующая здесь в виде Венеры, спиной к зрителю с круглым лицом, которая смутно отражается в зеркале, некрасив и мальчик-камур со вздутым животом и чересчур тонкими руками и ногами. Но оригинальность композиции сообщает тонкими членами молодой женщины, пикантной. Плавные контуры, благодаря которым они кажутся очень грациозными и гибкими. Колорит тела чрезвычайно жизненный и, несмотря на холодноватость своего тона, удивительно мягкий и яркий. Его эффективно всесиливает черный цвет волос, холодный темно-фиолетовый тон драпировки, на котором покоится Венера, светолиловый цвет, лежащий под нею ткани, и холодный пурпур занавески. В отношении техники эта картина не уступает в достоинстве написанной в том же периоде картин Веласкеса Пряхи, хранящейся в Мадридском музее Дель Прадо, и портрет у Папы в Римской галереи Дорио, с которым имеет сходство по холодному, красноватому, общему тому. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Переводы дополнения под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания.